Совсем недавно Владивосток и Харбин официально стали городами-побратимами. Закрепить дружеские отношения соседи решили не только на бумаге, но и на спортивной площадке. В приморскую столицу прибыл баскетбольный клуб из провинции Хэйлуньзян. Китайские игроки сошлись с детской спортивно-юношеской школой «Богатырь». Как вы знаете, баскетбол, он стимулирует рост спортсмена, поэтому они довольно-таки свою нацию растят тем самым. И уже видны результаты. Интересно, что именно в Харбине по статистике живут самые рослые люди. Но, несмотря на это, длинными руками и ногами по сравнению с приморцами азиаты не хвастают. Это, к слову, не мешает им выкладываться в игре на полную. Кстати, баскетбольное сотрудничество получилось двусторонним. В июле наши спортсмены наоборот ездили в гости в Поднебесную с таким же матчем. Обмен опытом показал китайцам, что у наших игроков есть чему поучиться. В Китае достаточно сложно найти тренеров высокого уровня, так как слишком много людей занимается баскетболом. Поэтому опыт от русских коллег очень важен. Мы привезли сюда непрофессиональный клуб. Ребятам очень интересно играть с приморцами. Кстати, Харбин со спортивным визитом у нас не впервые. Китайский город довольно часто заявляет себя и на местных соревнованиях по гребле, и на турнирах среди стран АТР, и на других мероприятиях. В планах у азиатских гостей вместе с приморцами развивать и другие дисциплины. У нас давние дружеские связи с Владивостоком. Сейчас мы возим на встречи только юношей, но хотим поиграть и взрослым составом. В планах попробовать и другие виды спорта, например, самбы. Видно, что желающих встретиться с нами довольно много. Харбинцы пробудут во Владивостоке еще пять дней. В программе визита китайских спортсменов ждут как баскетбольные мастер-классы, так и развлекательная программа. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.